Добрый день друзья, в эфире 106 выпуск передачи новости Турдизи одной строкой. Я напоминаю наш формат, вы задаете мне вопросы под этим выпуском, а я пытаюсь найти на них ответы. Итак, сегодня в программе. Как в Турции относятся героини сериала «Запретная любовь», что слышно о сериале «Марошанец», когда начинаются съемки, когда стартует сериал «Слово чести» и будет ли он успешным, и какие сериалы «Зимы» обязательно нужно ждать. Итак, мы начинаем. Вопрос. Как вы думаете, почему квартира «Невинных» и «Красная комната» стали такими популярными? Причин популярности этих сериалов сразу несколько. И первая, основная, это сценарий. Телекомпания OGM Pictures, которая производит эти сериалы, поняла очень простую вещь. Если хороший сценарий, то звезды, в общем-то, не нужны. Да, в сериале хорошие актеры, но это не звезды первой величины, которые обычно приглашаются в суперпроекты, которые могут выстрелить. Главное, это сюжет, и главное, это сценарий, основанный на хорошем литературном материале. Это не новость. Вспомните хотя бы запретную любовь, которая тоже делалась на литературном материале. «Листопад» – тоже литературный материал. То есть это не ново для турецкого шоу-бизнеса, но почему-то об этом забыли. Почему-то забыли о том, что сценарий прежде всего лежит в основе любого сериала, а не суперизвестные имена. Второй момент, очень серьезный – это режиссура. Берут очень хороших режиссеров, которые могут воплотить на экране то, что написано в сценарии. И третий момент – это общая ситуация в стране. Эпидемия, карантин, людям очень плохо. И психологически, может быть, некоторых людей, вернее, большое количество людей, успокаивает то, что другим людям еще хуже, чем мне. Смотришь на экран, видишь такие проблемы и кажется, ну ладно, у меня-то еще все, слава богу, в порядке, а вот у тех вообще кошмар. То есть психологическая разрядка, которая происходит при просмотре этих фильмов, сериалов, очень важна. Три фактора, которые сыграли основную роль. Анор Гевинатам, который создал компанию OGM Pictures и который работает с автором Гульсирен Будай Джаоло, разрабатывает еще два сценария, причем они более серьезные, поскольку их разрабатывают уже несколько лет. И я об этом уже говорила, это «Девушка за стеклом» и «Если король проиграет», тоже по книгам Гюсирен Будай Джаоло. Я думаю, что эти сериалы будут еще более популярны, еще более серьезные, поскольку и сценарии разрабатывают дольше, и на главные роли пригласят актеров высшего класса, которые смогут воплотить на экране то, что написано. Естественно, мы посмотрим, кого возьмут режиссеры, но я думаю, режиссеры будут высшего уровня. Вопрос. Правда, что Кире Малышик и Хиляль Алтынбелек возлюбленные? Эта информация гуляет уже больше года, они постоянно опровергают, нет, ничего нет, но тем не менее турецкая пресса настаивает. Более того, сообщается сейчас, что начиная с августа они вместе живут в доме в Арджанкенте. По моему личному опыту, когда пресса настаивает, а актеры опровергают, причем настаивает она достаточно долго, то в результате оказывается это правдой. Просто так журналисты не будут настаивать на одном и том же материале, они найдут другую сплетню, разные слухи мелькают в воздухе, они меняются, и ничего удивительного в этом нет. Но когда пресса настаивает на какой-то информации, в результате оказывается информация все-таки правдиво. Я думаю, что они не хотят светить эти отношения, поскольку в сериале Керем играет фактически приемного отца возлюбленного Хиляль, и это не очень красиво выглядит, имидж сериала портится, поэтому отношения не скрывают. Вопрос Чукур уже стал суперхитом. Может ли он выйти в мировые рейтинги? Чукур действительно суперхит, но он суперхит в Турции. К сожалению, за границу сериал не продается, а если и продается, то не показывается. Например, в Чили его закупили, но показывать не стали. Закупили в Афганистане, показали пару серий и сняли с показа, потому что он слишком жестокий, показалось афганцам, что им и в жизни этого хватает. То есть за границу он пока вообще никак не продается, поэтому говорить о том, что он может попасть в мировые рейтинги невозможно. Если вдруг его закупят на платформе Netflix, возможно, возможно, он понравится аудитории именно Netflix. Но здесь предугадать реакцию я не могу. Например, когда закупил Netflix бумажный дом, они вообще не думали, что он будет хитом. Закупили, поместили и все. И неожиданно люди вдруг понравилось им, и они пошли смотреть этот сериал. То есть, возможно, с Чукуром будет так же, а возможно, разместят и никто не обратит внимания. Здесь вообще ничего нельзя сказать. Давайте посмотрим на дальнейшую судьбу сериала. Вопрос. Как в Турции относятся героини Берен Саад Пихтер из сериала «Запретная любовь»? Кому больше прославил сериал, Берен или Кыванча? Такой конец в сериале – это желание угодить турецкому зрителю, который, как я поняла, очень негативно относится к изменам, особенно женским. Вопросов много, но все они по сериалу «Запретная любовь», поэтому я отвечу на все сразу. Бихтер в Турции – культовый персонаж. Возможно, потому что это действительно персонаж сериала, и его не соотносят с реальностью. То есть, это все-таки несуществующий человек. И, естественно, отношение к этому человеку немного иное, чем если бы это случилось в реальной жизни. И, естественно, турки бы отнеслись к этому вопросу немного по-другому. Хотя, да, это реальная ситуация, которая случилась больше ста лет назад, но за давностью времени это уже стало предметом, скорее, литературного и киноспора, чем ситуации из реальной жизни. Что касается, кого прославил больше, на этот вопрос нет ответа, поскольку и Берен и Киванч после этого сериала стали суперзвездами. И, что касается конца сериала, дело в том, что конец полностью совпадает с тем, что было написано в книге. То есть, этот вопрос не про зрителей, а про турецкую публику. Действительно, в реальной жизни застрелился Бихлюль, который был другом писателя. Но, когда он принес свою работу издателю, тот сказал, что я не могу это принять, поскольку публика такой сюжет не примет. И пришлось писателю изменить действительно финал своей книги, а затем уже и взяли на вооружение эту книгу в качестве сериала. По последней информации, одна из интернет-платформ собирается начать съемки сериала «Запретная любовь», в основе которого будет лежать непосредственно роман. Но тут надо учесть, что между романом и тем, что вы видели, в сериале существует очень большая разница. По-другому совершенно расставлены акценты. Я не буду портить вам удовольствие, рассказывая, как это все выглядит в романе. Если будет снята новая версия, я думаю, вам будет интересно посмотреть, как было на самом деле. Что писал на самом деле автор произведения. На самом деле, есть уже сериал, который основывается именно на книге. Это первая версия «Запретной любви», которая была сделана в 70-х годах прошлого века. Но она достаточно старая, черно-белая. И я думаю, что мы должны дождаться новой версии, которая выйдет на интернет-платформе. Вопрос. Действительно, предложение сыграть роль Андреа Дориа в сериале «Барбаросса» Мехмеду Генсуру поступило. Поскольку он прекрасно владеет итальянским языком, он живет в Италии, у него жена итальянка. Естественно, это предложение выглядело вполне логично. Но, как оказалось, у него есть другое предложение сняться в итальянском сериале, очень популярном. Называется «Компания лебедей». Там что-то про скрипачей, про музыкантов. Но, насколько я поняла, действительно проект стоящий. Сейчас будет сниматься второй сезон. И он предпочел уйти в итальянский сериал, где он сыграет турка Тиамана Кая, который живет в Италии. Какие рейтинги у сериала «Красная комната»? Он основан на реальных событиях. Сериал «Красная комната» является адаптацией популярного романа Гюльсирен Будайджиалу. Она психотерапевт, причем практикующий психотерапевт. И она рассказывает истории своих пациентов. Естественно, имена изменены, она не имеет права использовать реальные имена. Но истории, которые рассказываются в сериале, действительно происходили. И она, расчувствовавшись, сообщила, что проживает эту ситуацию заново, смотря как раз этот сериал. Что касается рейтинга, прекрасные рейтинги. Сейчас сериал входит в тройку самых популярных сериалов Турции. 7-8% с каждой серии поднимаются. Сейчас в эфире два очень успешных сериала, которые сняты компанией OGM Pictures. Как раз по книгам Гюльсирен Будайджиалу. Это «Красная комната» и «Квартира невинных». И готовятся еще два проекта, но я не знаю, для платформы или же для телевидения. Вопрос. Дилан Чичек Денис снимается одновременно в двух сериалах. «Незаконченный круг любви» идет, а скоро еще один сериал с ней. Как она успевает? У вас не совсем верная информация. Дело в том, что Дилан Чичек Денис действительно снималась в сериале «Незаконченный круг любви». Но это сериал для интернет-платформы, а сериалы для интернет-платформы готовят заранее. То есть сначала снимают, затем показывают. Этот сериал снимали летом, она в нем снялась, работа закончилась. И теперь она освободилась для новой работы в новом сериале «Пламя», который готовит компания Айя Пым. То есть она одновременно в двух сериалах не снимается. Да, действительно бывают случаи, когда одновременно актеры работают в фильме и сериале. Например, Анур Туна снимался в фильме «Что из меня получится?», сказал Кая. И одновременно играл в сериале «Чудесный доктор». Но поскольку он там не главный герой, он вполне может совмещать и то, и другое. Бывает, снимаются в интернет-проектах и в то же время продолжают сниматься в сериалах. В сериале «Чукур» это происходит достаточно часто. То есть это в зависимости от того, насколько актер загружен на основной работе. Основная работа – это все-таки телевизионные сериалы пока. Если, конечно, не считать сериалы Netflix и актеры, которые снимаются в них на главных ролях, то есть эксклюзивные звезды, там они уже не могут совмещать. Ингинал Тан-Дюзя-Тан не подходит для роли Барбароссы. Он слишком худой. Действительно, вы правы. Оба брата Барбароссы славились достаточно плотным телосложением. Мощные люди были, достаточно полные даже, я бы сказала. И поэтому выбор у Лаша и Ингина, которые, в общем-то, достаточно худенькие, выглядел на первый взгляд странно. Но они актеры. Для них изменить внешность и в том числе нарастить вес или сбросить наоборот вес – это часть их профессии. Сейчас как раз Ингин Алтан-Дюзя-Тан занимается усиленно, накачивает, мускулы нарастил. И выглядит сейчас он уже не таким худеньким, как был раньше. Не беспокойтесь, через два месяца, когда начнутся уже съемки непосредственно, он будет в вполне приличной форме. То есть, посмотрите на его последние фото. Я думаю, заметна уже разница и достаточно серьезная с тем, что было и с тем, что есть сейчас. Вопрос. Что слышно о сериале «Марошанец» Бураком Денизом? Сериал «Марошанец» начинает съемки 15 октября. Ждали Алину Бурс, которая снималась в сериале «Любовь 101». Съемки сериала завершились уже. И она может приступить к работе марошанцы. Бурак Дениз сыграет телохранителя. Кого он охранять будет, пока не совсем понятно. Но история достаточно банальная. Хотя Эдхем Азишик – один из лучших сценаристов Турции. И я надеюсь, что он достаточно банальный сюжет обыграет. И не получится так, как с новой жизнью. Когда великолепную пару и великолепных актеров попросту угробили не очень хорошим сценарием. Вопрос. Сериал «Мария и Мустафа» закрыли? Действительно появились такие слухи в соцсетях. Пока они официально не подтверждаются. И те блогеры, которые обычно выдают информацию о закрытии сериалов, например, Берсен Алтундаш, говорит, что работа продолжается. Но на самом деле рейтинги сериала такие, что может последовать решение о закрытии в любую минуту. И я не особо удивлюсь. Вопрос. Есть ли новый проект у Божжу Бережик? Божжу Бережик на прошлой неделе закончила съемки в сериале Netflix «Фатьма» о женщине-серийной убийце, где она играет главную роль. И также скоро выходит фильм с ее участием на интернет-платформе Блу ТВ. То есть она достаточно занятой человек. Но пока о новых ее проектах я не слышала. Вопрос. Есть какая-нибудь информация о сериале «Голубка»? Его закрыли или будет продолжение? Сериал «Голубка» закрыли. Но, тем не менее, до начала эпидемии они сняли три серии, которые не вышли в эфир. И они сняли также финал сериала. И уже стала известна дата показа новых серий. Показ начнется завтра, 14 октября. Новые серии выйдут в эфир. Сериал будет завершен. Достаточно необычно для турецкого телевидения. Обычно каналы бросают показ. Можно сказать, что поклонникам сериала очень сильно повезло. Вопрос. Расскажите о похожих между собой по сюжету сериалов. Честно говоря, вопрос достаточно странный, поскольку практически все турецкие сериалы в той или иной степени повторяют друг друга. Везде есть тюрьма, больница, родственники бесячие и так далее и тому подобное. Просто порция в каждом сериале разная. Если это рамком, то больше родственников. Если это трагедия, то, естественно, больше будет тюрьмы. Но всегда, в общем-то, сюжеты достаточно похожие. Найти что-то оригинальное – это сложная задача. И именно когда появляется нечто оригинальное, например, вот как сейчас, когда появились психологические сериалы, начинается массовое их копирование другими менее успешными продюсерами, которые тоже хотят получить свой кусок пирога. Поэтому рассказывать о похожих сериалах – это значит рассказывать обо всем турдизе. Вопрос. Когда начнется сериал «Слово чести», будет ли он успешным? Сериал «Слово чести» стартует на телеканале Шоу ТВ в среду, 14 октября, и станет конкурентом таких сериалов, как «Осномание осман», «Постучись в мою дверь», «Неверный», «Твой дом», «Твоя судьба» и «Меня зовут Милет». Что касается, будет он успешным или нет, это гадание на кофейной гуще. Обычно сериалы «Тим Зен Би» компании бывают очень успешными. Единственное «Но», которое у меня возникает, почему от этого сериала отказались и Ча Тай Лусо, и Ула Штуна Астэпэ. Значит, сценарий не понравился, значит, есть какая-то проблема со сценарием. Надеюсь, что Толгахану Сайшвану повезет, и он выдержит конкуренцию в этот день, а она достаточно серьезная, как вы видите. Вопрос. В чем причина того, что все больше и больше сериалов основаны на книгах? Может ли это увеличить шансы на то, что какая-то серия дойдет до финала? Туркам надоели сценарии, написанные на коленях? На самом деле, сейчас не так много сериалов, которые снимают по литературным произведениям. Раньше снимали гораздо больше, и вы прекрасно все знаете примеры таких сериалов, например, «Королек птичка певчая», «Листопад», «Запретная любовь» и так далее. Но сейчас сериалы, которые основаны на книгах, вырываются вперед, имеют хорошие рейтинги, и поэтому кажется, что их больше в эфире. На самом деле, это всего лишь один только продюсер, Анор Гевинатам, который основал компанию OGM Pictures, и эта компания купила права на несколько книг известной писательницы, психиатра Гюльсерен Будайджиалу. Они разделили эти книги на несколько частей и снимают каждую из частей отдельно. Отдельный сериал выпускает. Была уже невеста из Стамбула, сейчас в эфире три сериала «Твой дом», «Твоя судьба», «Красная комната» и «Квартира невинных», опять же по рассказам Гюльсерен Будайджиалу. И готовится еще несколько проектов, тоже психологических, будет ли они выходить на телевидении или на интернет-платформе, я вам пока сказать не могу, но это «Девушка за стеклом» и «Если король проиграет». Что касается дальнейших планов, будет ли увеличение адаптации литературных, да, будет. Во время кризиса литературный агент, который продает права на экранизацию, говорил о том, что ему поступали заявки на 5-6 презентаций в день от различных продюсеров, то есть был действительно интерес именно к литературным произведениям. Кроме того, Netflix официально заявил, что раз уж молодежь современная не хочет читать, предпочитает смотреть телевизор, то они пойдут другим путем и сделают Всемирную библиотеку сериальную. То есть они будут экранизировать произведения литературные, перекладывать их на современный кинематографический язык для того, чтобы молодежь приобщилась к мировой культуре таким образом. И это не пустые слова. Очень много идет сейчас закупки именно литературного материала на основе которого в дальнейшем будут сниматься сериалы и фильмы Netflix. И в Турции то же самое. То есть они активно закупают различные книги. Так что посмотрим. В будущем, я думаю, ваши слова будут пророческими. Ну а то, что туркам надоело смотреть сериалы, написанные на коленках, это, я думаю, все и так видят. Рейтинги сериалов после определенного момента, когда их начинают как раз писать на коленках, они заранее продумывают сюжет, резко падают, и это игнорировать дальше просто нельзя. Вопрос. Прочитала высказывание бывшего актера, а сейчас кинокритика Сердара Гекхана. Значит, есть публикации кинокритиков об игре актера. Я думаю, вы не совсем поняли, кто такой Сердар Гекхан. Это актер, который снимался в роли Сулейман Шаха в сериале «Возрожденный Эртурул». Он не кинокритик, никогда им не был. Он просто актер. Его поймали на улице и спросили, что вы думаете о игре Бурака Ащвита в сериале «Основание Осман». И он ответил, что на его взгляд Бурак, к сожалению, не вписался в сериал, и роль Османа у него не получилась, а вот у Ингина Алтана Дюзятана роль прекрасно получилась, и он был доволен ролью Эртурула, но не доволен ролью Османа. Но он отвечал просто как актер, который видит работу своего коллеги. Возможно, это слишком грубо, возможно, это профессионально, не совсем этично. Обычно не судят своих коллег по цеху. Ни булочники, ни актеры. Так не принято. Но, тем не менее, свое мнение он высказал. Но это не мнение критика, это мнение просто человека, который находится в этой профессии. Его спросили, он ответил. Вопрос. Есть ли какие-нибудь новые сериалы зимой, которые стоит ждать? Сейчас ситуация на телевизионном рынке достаточно неустойчивая. Никто не знает, что будет завтра. Может быть, завтра всех нас снова посадят на карантин, и съемки прекратятся. Вспомните, что было весной. В результате, если сейчас давать какие-то пиар-компании, объявлять о том, что мы стартуем с суперпроектом, а потом через месяц выяснится, что никакого суперпроекта не будет, поскольку всех посадили снова, то, естественно, это все не очень хорошо выглядит. И сейчас продюсеры сначала предпочитают делать сериалы, а когда он уже готов, когда он уже готов к показу, то выпускают уже пиар-компании. Вспомните, как получилось сериалом «Барбаросса», который очень пышно презентовали, сказали, что будет Ча Тайлусой, и суперрежиссеры «Братья Тайланы». Потом в результате, из-за кризиса, из-за эпидемии, все пришлось отложить на полгода. Ча Тайл ушел, «Братья Тайланы» тоже ушли. Сейчас непонятно, кто режиссер. Нашли, наконец-то, актеров. Съемочное плато так и не построили, к сожалению. И им приходится работать на площадке, которую сделал телеканал ТРТ-1. Но там уже снимаются сельжуки, и у них серьезные очень проблемы с инфраструктурой. То есть, буквально нет нормальных туалетов. Не хватает. Нет души, достаточно плохая снабжаемость. То есть, еда тоже не очень качественная. Это, конечно, все поправимо, поскольку площадка только что построена. В результате дальше-то, конечно, все утрясется и все наладится. Но именно сейчас ситуация не очень хорошая. Но, тем не менее, «Барбарусу», например, я думаю, стоит ждать, поскольку деньги на него потратили очень большие. Что касается других сериалов, да, я знаю, что будет бомбовый сериал. Говорят, что в плане каста это будет просто атомная бомба. На самом деле, можно вполне предположить, кто будет занят. Те суперзвезды, которые не заняты сейчас в проектах, их не очень много. Их всех прекрасно вы знаете. Чарта Элусуик, Иван Штатлыту, Кенан Эмир Залэулу, Халит Иргенч освободится как раз к зиме, потому что сериал «Вавилон» закроют. Азал Каят, Тубаб Юкистун, Азгеу Спиринжи. Тасовать этих актеров достаточно просто. То свободен, то с какой компанией работает. Предположить, кто к кому пойдет, не так уж и сложно. Я не совсем уверена, что это будет сериал для телевидения. Возможно, речь идет о интернет-проекте. Тогда перспектива того, что соединят сразу несколько известных имен, причем самых известных, например, Халит Чаатайк Иванч или Кенан в одном проекте, вполне реальны. Поскольку у Netflix, например, денег хватит на такой супер актерский состав. Но посмотрим, что получится. Нам остается только ждать и смотреть, какой каст нам приготовил будущий сезон. Вопрос. Что слышно о новом сериале Денис Чакыр? Сериал действительно будет. Он называется Шахмиран. Но, к сожалению, в последнюю минуту Денис покинула каст. И теперь в касте значатся Эврим Аласия и Демет Акбак. И к касту недавно присоединился Юсуф Чим. Почему Денис ушла, я не могу вам сказать. Но, к сожалению, ее в проекте не будет. Вопрос. Когда стартует новый сериал Барана Кузума и Мирай Данер? Новый сериал называется Уважение. Это интернет-платформа Блу ТВ его делает. И главный герой в этом сериале Ниджат Ишлер, который все вам хорошо знаком по предыдущей работе в сериале Чуркур, где он играл Чатая Эрденета. Баран и Мирай будут помощниками главного героя, который представляет из себя достаточно интересную смесь мафиози и Робин Гуда, и выйдет в эфир этот проект 27 октября. Вопрос. Какие перспективы у сериала Арыза, Задира? Перспективы вполне нормальные. Сериал идет неплохо, где-то в среднем 5% в рейтингах. Это не супер-хит, но это очень хорошие показатели. А по нынешним временам, когда половина аудитории ушла на интернет-платформы, так и вообще замечательно. Так что проблемы в том, чтобы продолжить сериал, я не вижу никакой. Разумеется, рейтинги могут как подняться, так и упасть. Но пока история достаточно стандартная. То есть месть, мафия, это то, что турки видели миллион раз. И пока нет перспективы для этого сериала, чтобы стать действительно прорывом или супер-хитом. Но в то же время снят он очень качественно. Актеры замечательные, сценарий неплохой. Поэтому будет средний сериал, который вполне успешно идет. И причем он может продержаться и весь сезон, если, конечно, рейтинги вдруг резко не упадут. Но для этого нет никаких причин, я думаю. Вопрос. Если актриса не из богатой семьи, может ли она стать звездой или суперзвездой в Турции? На самом деле вопрос сформулировал не совсем верно. Наверное, лучше будет спросить, если актриса из богатой семьи, может ли она стать актрисой? На самом деле это случается очень редко, поскольку богатые семьи в Турции предпочитают с актерством не связываться. Это не та профессия, которая приносит престиж, когда он уже есть. Да, естественно, для среднего класса и для людей более-менее бедных это способ пробиться высшее общество. Но если люди уже находятся в этом высшем обществе, то актерская профессия это не самое подходящее занятие для приличных девушек, юношей из богатых семей. Поэтому все актеры, как правило, это выходцы из среднего класса, а иногда и просто из бедных слоев. То есть никаких препятствий нет, наоборот, это, в общем-то, вполне нормально. Вопрос. Прочитала информацию, что на выставке телевизионного контента Мипком в Канна будут представлены три турецких сериала, среди них «Новая жизнь». Поможет ли это сериалу даже при снижении рейтинга избежать преждевременного закрытия? И наоборот, если рейтинги снизятся, будет ли сериал представлен на выставке? Выставка телевизионного контента Мипком и кинофестиваль в Каннах это совершенно разные вещи. Не путайте. Выставка – это всего лишь базар. Просто вместо огурцов и помидоров туда привозят сериалы и фильмы. Никакой разницы нет. Все продавцы везут все на эту выставку. Не три сериала, а 303. И старые сериалы, и новые сериалы, и сериалы, которые завершились на второй серии, и сериалы, которые шли несколько лет, привозят все, и любой дистрибьютор может представить на этой выставке то, что он посчитает нужным. То есть никакого отношения к рейтингам это не имеет. Привезли – продают. Купят – хорошо, не купят – жаль. Разумеется, если закупили за границей сериал, то это определенная гарантия того, что продюсеры будут его тащить до победного, чтобы продать то количество серий, которые они продали. Но обычно серии делят, то есть никто не будет смотреть за границей сериал, который длится 2,5 часа. Их делят на 40 минут, поэтому даже несколько серий в Турции по 2,5 часа позволяют разделить этот сериал и продать вполне нормальное количество серий. Вы знаете, что за границей показывают и 6-серийные сериалы по 40 минут, и 10-серийные. То есть никакой проблемы в этом нет. Поэтому рейтинги в Турции на закрытие или продолжение сериала, если он выходит ну хотя бы 10 серий вышло, уже в общем-то никак и не влияет. В любой момент могут его закрыть, если рейтинги вдруг обрушатся. Но в любом случае, разумеется, продюсерам будет выгоднее тащить сериал как можно дольше для того, чтобы потом продать наибольшее количество серий. Но это не смертельно и не принципиально. Итак, друзья, наш выпуск подошел к концу. Благодарю вас всех за внимание. Я напоминаю, что вы можете оставлять свои вопросы под этим видео. Я либо отвечаю на них в комментариях, либо даю отдельные ответы в следующем выпуске. Мы с вами встречаемся по вторникам. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok